Ну что ж, добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, и время настало, чтобы вновь встретиться в этой замечательной студии радиостанции Финам ФМ с нашими героями, героями нашего времени. Я не побоюсь этого слова, извините, за пафос, конечно. Ну, в принципе, да, если вспоминать классику, вот сегодня чуть раньше прозвучала информация по поводу вот этого диктанта, что даже люди элементарные слова не могут писать грамотно. Это ужасно, конечно. И, в принципе, вот я возвращаюсь к классике. В школе учили, да, Лермонтова, герои нашего времени, ну, их времени. У них был герой, у нас нет героя. Поэтому я бы настаивал на том, что практически любой гость нашей студии, это герой нашего времени, и на него надо равняться прежде всего. Жень, извини, пожалуйста, слушай. Это мне льстит. Да, это нормально, я просто в краску угоняю, извини. Итак, уважаемые слушатели, время бизнес-класса на Финам ФН. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок оптического бизнеса в России. И гость, я его представлю еще раз, Евгений Веселов, управляющий партнер компании «Интероптика». Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка традиционная 6510996, код Москвы 495. Это телефон студии, телефон прямого эфира. Воспользоваться им вы можете, позвоните и задать вопрос Евгению. Также для этих целей мы можем использовать сайт компании «Финам.фм». Адрес «Финам.фм». Там есть ссылочка в закладке «Вопросы». Также можете присылать свои вопросы, либо комментарии. Тема, я думаю, многим близка, подавляющему. Да и даже не тем, наверное, не только тем, кто в какой-то степени страдает зрениями. Потому что, в принципе, рынок оптического бизнеса... Причем, извини, я вот начну на уровне ассоциаций. У меня слово «оптика» все время воспринимается чем-то таким серьезным. С подзорной трубой, с биноклем, с телескором. Почему нет? Это все из той же оперы. Ну, это несколько другая отрасль, но тем не менее. Ну, та же оптика, по крайней мере. Конечно, это же целый серьезный раздел физики. Так вот почему. Вот почему. Потому что, видимо, в детстве я не так хорошо учил физику, поэтому у меня такие ассоциации. Ну да ладно. Итак, давай начнем, Жень. Вопрос первый, собственно, о каком рынке оптического бизнеса идет речь, вот когда мы такой термин с тобой используем. Рынок оптического бизнеса. Это что? Когда мы говорим о рынке оптического бизнеса, прежде всего, конечно, мы говорим о рынке, который отвечает за коррекцию зрения. Ну, так, немного начнем с того, что на сегодняшний день порядка трех миллиардов человек на нашей планете имеют определенные отклонения зрения. Это, значит, тем люди, которые нуждаются в коррекции. Три миллиарда, если говорить, что сколько там всего? Порядка семи, что ли, да, по последним подсчетам? То есть половина по человечеству? Ну, 50% точно. Ну, по некоторым оценкам даже говорят, что порядка 60%. Даже так? Да. Ну, вы знаете, источники разные. Кто-то говорит, что всегда идет определенная погрешность. Ну, да, статистика вещь такая. Но, тем не менее, половина человечества страдает зрением. Ну, или как минимум. Применительно к российскому рынку, по тоже определенным оценкам, фигурирует цифра в 40 миллионов человек. 40 миллионов? 40 миллионов человек, да. Ну, принимаем во внимание тот факт, что у нас население страны где-то порядка 140 миллионов человек. Получается четверо. После недавней переписи населения, да. После последней. Да. Не менее 30% нуждаются в коррекции зрения. То есть это достаточно серьезная цифра. И когда мы говорим об оптическом рынке, это, безусловно, достаточно серьезный рынок. Да. Который, в общем-то, на сегодняшний день, по определенным оценкам, оценивается где-то от миллиарда до полутора миллиардов долларов в год. Это российский рынок? Да, это только российский рынок. Это серьезные цифры. Серьезные цифры. Да. Мировой рынок оценивается где-то порядка 20 миллиардов. 20 миллиардов долларов в год. И если в количественном аспекте, брать количественный аспект, это порядка 800-850 миллионов штук очков, ну, это оправа и солнцезащитные очки, которые продаются в год в мире. В России эта цифра где-то порядка, ну, тоже разные люди говорят по-разному, потому что различные агентства проводят эти социологические исследования. Ну, да, везде считают по-разному. Везде считают по-разному, но всегда есть отклонения. Ну, так или иначе, где-то от 10 до 20 миллионов штук в год оценивается российский рынок на сегодняшний день. Смотри, сразу два вопроса. Первый, да, вы говорили, что оптический рынок связан с коррекцией зрения. С коррекцией. Да. Вот вопрос в связи с этим. Ну, подкорректировать зрение можно не только с помощью оптики, не только с помощью... Или вот то, что мы называем линзами... Контактными линзами. Контактными линзами. Это тоже... Это называется контактная коррекция, конечно. Это тоже сюда. Безусловно, это мы относим сюда, но на сегодняшний день доля контактной коррекции не столь велика. Это не более 10%. А, то есть даже, в принципе, особо говорить-то о ней не стоит. Да. Ну, если даже, опять же, мы... Ну, поскольку, в принципе, в принципе, ситуация в России, она в целом напоминает ситуацию в мире, да, по параметрам, по соотношению и так далее, да. Есть определенные аспекты, где Россия немножечко отстает, там, от Европы. Ну, касательно потребления различных продуктов, да. Ну, если брать в мировом масштабе, просто у меня нету конкретных цифр по российскому рынку. Вот. В мировом масштабе, значит, на сегодняшний день насчитывается не менее 2,5 миллиардов человек, которые носят очки. И где-то порядка 250 миллионов человек всего, у которой носят контактные линзы. Ну, это вещи, да, несопоставимые даже. Не, ну как, в любом случае, как бы, это одно другому не мешает. Опять же, человек, который носит контактные линзы, он, в том числе, и носит очки. Совершенно верно, да. Сегодня у него такой день, да, он решил одеть очки, а завтра у него другой день. Если человеку не противопоказано носить контактные линзы, допустим, это, конечно, гораздо удобнее одеть их, чтобы заняться, допустим, спортом или какой-нибудь активностью. Вот. Я понял. Значит, и контактные линзы мы, собственно, сюда же, да? Безусловно. Добавляем. И тогда второй вопрос. Смотри, ты упомянул. Ну, давайте я просто вот добавлю, я прошу прощения, что перебиваю. Значит, вот в эти вот миллиард-полтора оборота оптического бизнеса в России ежегодного можно внести, значит, следующее направление. Прежде всего, это продажа оправ корригирующих плюс солнцезащитные очки. Это мы одну категорию, да? Вторая категория — это оптические линзы. Это непосредственно те линзы, которые вставляются в оправы, из чего получается конечный продукт, который называется очки. Вот. Это тоже немаловажная вещь, и она очень значимая, потому что по соотношению ценовой стоимости это получается примерно 50 на 50. корригирующие очки и линзы. Зачастую... А если можно, вот, расшифрую, я не очень понимаю, корригирующие очки — это что значит? Те очки, которые корригируют зрение. Очки для коррекции зрения. Для коррекции, вот, да. Да, солнцезащитные очки, они как бы... Они зрение не корректируют, всё правильно. Ну, я тоже не был бы так уверен, потому что можно совместить, опять же. Вот мы сейчас когда-то об этом поговорим, у меня второй вопрос касался именно этого, да? Я думал, что мы говорим о рынке оптического бизнеса с точки зрения исправления зрения, а ведь солнцезащитные... Ну, конечно, вот, значит, второе направление у нас это, получается, корригируй линзы, оптические линзы. Третье направление — это как раз контактная коррекция. Речь идёт о контактных линзах. Вот, и четвёртое направление — это оптические аксессуары, салфетки, средства для ухода за очками, цепочки, тому подобное. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, и если вот, собственно, на четыре, да, на четыре мы поделили весь рынок, на четыре каких-то субъекта, если говорить о доле каждого в рынке, вот, ну, может, про анжиру как-то их выстроить, если сможем мы, да, Жень? Вот что? Ну, конечно. Первое место — это оправочки. Потом я могу объяснить, почему первое место. Второе место с небольшим отрывом — это оптические линзы. Затем контактная коррекция, затем аксессуары. Ну, и первое место, давай тогда и объясни сразу, почему именно первое место — это очки, да? Да, ну, как, почему? Потому что, значит, ну, скажем так, надо сейчас подойти несколько с другого ракурса. Хорошо. То есть, уже касательно участников этого рынка оптического, да, кем представлен рынок на сегодняшний день в нашей стране, да? То есть, прежде всего, это мы говорим сейчас о розничных игроках, да, о розничных продавцах. И розницу можно подразделить на две категории в нашей стране. Значит, первая категория — это цивилизованная розница, речь идет об оптических сетях, отдельных салонах, так называемых дверях. Ну, это значит, когда можно открыть дверь, зайти в магазин, он будет выглядеть вполне прилично, цивилизованно, как магазин, и спектр предоставляемых услуг будет максимально широк. Не обязательно он будет везде максимален, но где-то можно будет проверить зрение, где-то есть своя мини-лаборатория. Это такие штучные, да, как правило, магазины штучные, скорее всего, частные какие-то, да? Ну, то есть, это не сетевые. Не сетевые. Ну, и сетевые тоже. Все сетевые магазины, они как раз и являются дверями. Дверями. Конечно. Спасибо огромное, и мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Евгений Веселов, управляющий партнер компании Интероптика. Ну, а тема, и даже из представлений Жени, да, уже понятна для тем, кто только присоединился к нам. Тема сегодняшней программы – рынок оптического бизнеса в России, как он устроен. Ну, и дальше сейчас мы будем в детали вдаваться. Я, на всякий случай, еще раз напомню. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Вопросы, кстати, в интернете уже появились для тебя, но потом мы к ним. Это приятно. Это приятно, конечно. Ну, учитывая, мы начали с того, что практически, да, половина населения планеты Земля в какой-то степени пользуется твоими услугами. Ну, не твоими конкретно, а не вашими. К сожалению, нет. Вот именно, да. Поэтому я думаю, что это вполне логично. Наверное, даже уже больше, чем половина. Вот, вот. После сегодняшней программы, да, будет еще больше. Ну, на самом деле, это, конечно, с одной стороны, хорошо в плане... В плане бизнеса. В плане бизнеса, но с точки зрения общего вопроса здоровья, человечества, это, конечно, не очень хорошо. Так продолжим. Давай. Перед рекламой... Говорим о рознице. Да, мы говорим о рознице, и я начал говорить о цивилизованном, о цивилизованной части нашей розницы, которая, в общем-то, составляет не более сейчас, чем тех же там 50%. Ну, цивилизованная розница... Составляющий в той или иной степени, но качественные услуги по подбору и продаже очков. Вот. Но, к сожалению, в нашей стране, особенно это речь идет о регионах, есть еще такой сегмент, который тоже по разным оценкам составляет, но никак не менее 50% сектора. Это не цивилизованная розница, так называемая лоточная торговля. Это вот лотки, развалы, которые мы часто можем видеть рядом с метро, на рынках, где люди продают совершенно дешевые очки, уже готовые... К употреблению. Ну, да, с определенной пошаговой там диоптрией, где указано, что, в общем-то, профессиональный оптик никогда в жизни... Не позволит себе. Нет, не в этом дело. Порекомендует никогда в жизни не обращаться и не покупать продукты на подобных развалах. Потому что есть серьезный риск себе достаточно сильной испортизрения таким образом, конечно. Я просто сразу подумал о том, ведь, смотрите, ну, бизнес бизнесом, но мы-то идем речь, да, очки это не просто украшение, а это еще способ помочь своему здоровью. Ну, прежде всего. Прежде всего, ладно, хорошо, да, это способ, да, каким-то образом помочь своему здоровью. И представляете, я иду, ну, если обтрагироваться сейчас от очков, да, я там плохо себя почувствовал, я иду, условно говоря, за лекарствами не в аптеку, да, не в поликлинику, не в больницу, а я иду на ближайший рынок какой-нибудь, и там ребята разложили эти таблетки. Какой-нибудь бабушке? Да, ну, и там таблетки разложили, ну, выбирай любую ты, какой... Че у тебя болит? От всех болезней, пожалуйста. От всех болезней, да, как в том анекдоте, да? Вот это вот, ну, да ладно, ну, это кошмар. А что, собственно, 50 процентов, это огромный объем. Конечно, но есть и положительный момент, спрос есть. Ну, скажем, 10 лет назад это разделение было как 80 и 20 процентов, 80 процентов приходилось на лоточную торговлю. На нецивилизованную. На нецивилизованную. То есть, с каждым годом ситуация улучшается, что, в общем-то, не может не радовать. Смотри, тем не менее, 50 процентов тоже много, ну, по сравнению с 80, конечно, это лучше, и тем не менее, 50 процентов, да, вот этот нецивилизованный рынок, опасный, я бы даже сказал, рынок для здоровья. Вот что заставляет его существовать в таком объеме? Именно то, что находятся люди, готовые, да? Ну, безусловно, это социальный фактор, потому что люди ищут, где подешевле. Ищут, где подешевле, конечно, ну что мы. Ну, это логично, да, хотя, с другой стороны, еще раз повторю, мы же на здоровье экономить нельзя. Совершенно верно. Вещь-то такая очевидная, по крайней мере. Так, хорошо, ну и бог с ними, да, я надеюсь, это соотношение будет меняться, чем дальше, тем больше, тем лучше. Готов спорить. Безусловно, будет меняться в лучшую сторону. Не надо спорить, наоборот, надо успокоить меня и наших слушателей. В лучшую сторону будет меняться. Безусловно. Вот что для этого делает цивилизованная часть человечества, цивилизованная часть рынка, каким образом она овладевает, так сказать, потребительскими способностями, да, вот этой вот. Ну как, все очень просто, мы просто двигаемся вперед, мы стараемся максимально развиваться, идти в нужном направлении. Вот и все, это, что это касается и моей компании, что касается других компаний. Ну, цель любого бизнеса состоит в том, чтобы его развивать, растить и... Я понял, смотри. Если, ну так, примитивно смотреть на эти вещи, на рынок я пошел вот на нецивилизованную его часть, да, я пошел, потому что там дешевле. Да. Вот для меня, хоть это не очень логично, еще раз говорю, с моей точки зрения, но вот я моделирую ситуацию, мне показалось, да, что, собственно, для меня определяющим является цена сейчас, да. Я готов там какой-то дискомфорт потерпеть, вот, но это дешевле, может быть, даже существенно дешевле. Вот. И дальше вопрос. Вот есть цивилизованная часть розницы, да, то есть каким образом она меня переманит? Ответ очевиден. Она должна мне предоставить нечто цивилизованное, но примерно по тем же деньгам, ну или как минимум. Конечно. По походу. Прежде всего качество услуг. Прежде всего качество предоставляемых услуг, потому что производится диагностика зрения, и на основании уже полученных данных делаются очки, которые действительно подходят к человеку, клиенту, пациенту, даже можно сказать, в какой-то степени, да. Вот. И идет гарантия того, что человек не испортит себе зрение, потому что ему сделали такой продукт коррекции, который ему именно необходим. Что касается привлекательности цен, то, безусловно, конечно, когда речь идет о цивилизованной оптике, нельзя в себе приобрести продукт там за 200 или 500 рублей китайского производства, какого-то самого ужасного, там, низкопошивного. Но, тем не менее, в рамках трех-трех с половиной тысяч рублей можно найти, спокойно сделать себе очки, и это будет хороший, качественный продукт. Это совершенно спокойно. Человек может не опасаться, что его очки сломаются на второй день, как это бывает с контрафактом, с подделками и так далее. Да, в случае с этими. Да, и то, что он будет в этих очках хорошо видеть и может быть спокоен за свое зрение. Вот, в принципе, три-три с половиной тысячи рублей. Это нормальная цена, это достаточно демократичная цена, на мой взгляд. Ну и, как известно, скупой платит дважды, да? То есть, конечно, в итоге я купил за 500 рублей, они у меня через неделю сломались, я пошел, еще раз купил за 500, вот уже тысяча, еще пару таких покупок, и все становится очевидным. А так, если говорить про сроки ношения, то, в общем-то, на сегодняшний день в России в среднем человек меняет очки где-то раз в три-четыре года. Это немножечко, в данном случае мы немножко отстаем от Европы, скажем, потому что в Европе этот показатель где-то два года составляет, полтора-два года. А к чему? У нас три-четыре. Я понял. Ну ладно. Ну тоже не все, потому что есть люди, особенно в больших городах, которые, ну, их по-другому как коллекционерами очков не назовешь, потому что... То есть они меняют чаще? Ну, скажем так, очень. Ну хорошо, это... Намного чаще. Расскажу историю, ну, из жизни такой короткой, если вы не против. Как-то приходит к нам человек, это было буквально пару лет назад, и заказывает 36 пар очков. 36 пар очков. Разных или одинаковых? Нет, он выбрал абсолютно разные. Говорит, вот, пожалуйста, половину сделайте мне с обычными линзами с антибликом, это просто прозрачные линзы, и половину сделайте мне с фотохромом. Ну, хамелеоны — это те, которые затемняются на солнце. Вот он так просто взял, вот, рукой так разделил эту вот партию в 36 очков, которые выбрал. И говорит, ну, вот, пожалуйста. И, понимаете, его, ну, наши сотрудники за тот вопрос, извините, зачем вам сразу так много? Потому что это абсолютно мировой рекорд за всю историю нашего существования. А он говорит, понимаете, я странник. Я вот сейчас вот здесь оказался, в следующий раз я буду в Москве не раньше, чем через три года. А я ваш хороший клиент, вы же это сами знаете, да. Вот, поэтому мне нужно 36 очков, одни на месяц. А-а-а. То есть он месяц раз... То есть этот мужчина, да, он потом отправится в свое какое-то странствие, и он должен быть уверен в том, что у него всегда найдутся очки под рукой. Ну, то есть тут два момента, да? Либо они у него, ну, если у него странствия тяжелые, да, то есть в какой-то момент они могут подвержены, да? Безусловно. А может просто вот он такой модник раз в месяц считает... Нет, я думаю, скорее всего, он все-таки больше по экстремальной линии. По экстремальной. Представь, он с собой таскает 36 пар очков все время. Это тоже не очень удобно, наверное. Ну, ладно, ладно. Это действительно такой яркий пример. А, кстати, с чем связано, если не говорить о таких, ну, я бы так сказал, да, эксклюзивных вариантах? С чем связано, как правило, то, что человек меняет очки? Ну, за исключением того, что, конечно, они там, стекла разбились или душка отвалилась. Прикручивал ее, знаешь, что это смешное, мне нравится? Ну, веревочкой куклу прикручивал, потом веревочка потерялась. На сегодняшний день, это вы абсолютно правы, это самое первое место в рейтинге. Механическое рейтинге. Очки сломались, очки сломались. Доносил до дыр, до слопа. Да, доносил до дыр. Ну, это, как правило, и происходит. Если постоянное ношение, где-то в течение трех лет очки изнашиваются достаточно серьезно. Ну, то есть это объективная цифра, откуда три года? Ну, конечно, это наша наработанная практика. Вот. И сказать так, что людей, которые действительно аккуратно носят очки, их не так много. Не, ну, очки дело такое, это же все. Ну, вот ты же на меня смотришь, я тоже в очках сижу. Это дело такое. Я очень аккуратен. Я вообще, в принципе, очень аккуратен. Ну, вот я пошел, что-то тут как-то неловко повернулся, они шмяк и упали, и разбились. Ну, что же ты делаешь теперь? Вот. Причина, да, тоже мы поменяли. Остальные, да, остальные причины, конечно же, уже связаны больше с эстетическими какими-то факторами. Аправа вышла из моды, например. Аправа вышла из моды. Или человеку просто надоело себя видеть. В этих очках. В этих очках. Он идет, покупает другие. Решил имидж сменить. Безусловно, есть люди, которые следят, и их становится с каждым годом все больше и больше. Которые следят за модой, за трендами. И они, ну, покупают одежду, они приходят и себе приобретают новые очки. И мы пытаемся донести... У вас, в частности, да, у вас есть, вы не просто ориентируетесь на какие-то медицинские показания, а вы все-таки смотрите, да, вот таковы тенденции сейчас, да, с точки зрения. Не совсем так. Мы, ну, конечно, я не хотел бы хвастаться, но я... Не, надо хвастаться, хвастаться надо. Правда, мы сейчас, прежде чем ты будешь хвататься, мы сейчас новости послушаем, а потом будем слушать тебя. Ну что ж, друзья, продолжим нашу беседу. Я напомню, тема сегодняшнего бизнес-класса. Рынок оптического бизнеса в России. В гостях Евгений Веселов, управляющий партнер компании Интероптика. Телефон в студии 651099,6. Код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Я прошу прощения, уважаемые слушатели, есть вопросы уже, я к ним чуть позже вернусь, если вы не заражаете, потому что сейчас время похвалиться. Да, Женя соберется. Да, конечно, мы достаточно скромные люди, но тем не менее. Просто вот вы сказали про тренды и так далее, да. Мы являемся, ну, фактически старейшей компанией на постсоветском пространстве. Вот. И мы работаем в сегменте, достаточно дорогом, я бы даже сказал, наиболее дорогом сегменте, который присутствует на сегодняшний день на оптическом рынке. Вот. Подожди, вы присутствуете исключительно в дорогом сегменте или в том числе и в дорогом сегменте? Бюджетные варианты у вас? В первую очередь. В дорогом сегменте. Ну, конечно же, мы не откажем никому. Ну, я думаю, что это логично. Так вот, за эти 20 лет я могу сказать, вот, без ложной скромности, все марки, которые на данный момент известны в России оптически, раскрутили их мы. Поэтому мы как бы не следуем трендам в рамках российского оптического рынка. То есть можно сказать, что вы сами законодатели моды, да? Мы законодатели, да? Совершенно верно. Ну что ж, удалось тебе похвалиться, я хочу сказать. Да, конечно. Удалось похвалиться. И та, как бы, идея, которую мы проповедуем, заключается в том, прежде всего, что как раз вот очки, это не только средство коррекции зрения. Да, чтобы улучшить зрение, да. Но прежде, ну не прежде всего, а в том числе, что это не менее важно. А мы это стараемся поставить вот на одну чашу весов, чтобы это было эквивалентно. Это серьезный имиджевый вариант. Такой же, как для мужчины часы, галстук, запонки, ботинки, для женщины сумочка, мобильный телефон, как это в последнее время стало. Такая статусная такая история, да? Статусная вещь, безусловно. И крупные города, миллионники, в том числе Москва, Питер, люди уже очень хорошо это понимают, и они к этому стремятся. Их выбор всегда осознан, и это уже очень хорошо вообще для рынка. Нет, я с тобой согласен, во-первых, да, это важный аксессуар, действительно, это некое статусное пятно такое. Но в этом случае, если говорить, да, вот в отношении чего я делаю выбор, чтобы каким-то образом, да, этот аксессуар работал на мой имидж. Я выбираю какой-то бренд, да, ну такой мировой, чтобы, причем забавный иногда, иногда, но это уже не в Москве, раньше я в Москве это наблюдал. Значит, человек идет в очках, ну, видимо, на рынке все-таки куплено. Да, конечно. И у него в правом нижнем углу вот здесь этот лейбачок висит с названием. Ну, это старая байка уже, можно сказать. Ну, это не байка, это реально, я помню. Нет, нет, безусловно, это классика до начала девяносто. С пиджаками то же самое было, да, вот здесь вот такая штучка и ходит. Ну, ладно, нормально, в конце концов, это болезнь роста. Так вот, на что я, говоря о статусе, обращаю внимание? Вот на название марки или на дороговизну оправы, она может там из золота, из платины, с добавлением драгоценных камней. Безусловно, такое есть. И это тоже, да? Это не перебор уже? Да, я бы не сказал, мы прекрасно работаем с этим сегментом. Ну, даже не прекрасно, а лучше всех. Ну, понятно, что этот сегмент больше всех плати, но вы с ним лучше всех и работаете. Вот, ну, конечно, марка, именно бренд, он имеет очень большое значение в нашей стране на сегодняшний день. Люди очень сильно брендозависимые, поэтому особой популярностью, особо высокой популярностью пользуются очки, которые производятся под марками известных фэшн-брендов. Ну, это да. Мы же, конечно, пропагандируем несколько другую вещь. Вот мне, да, мне хотелось бы. У нас фэшн-бренды составляют не более 25% продаж. Мы же все-таки стараемся научить людей носить специализированные оптические бренды, начать понимать. Это что такое? А это те фирмы, которые занимаются исключительно очками. И марки эти известны только в мире очков. Понятно. Это очень важно. Ну, понимаете, просто фэшн-это масс-маркет. Это как у всех, понимаете. Приходит девушка красивая, симпатичная, говорит, ну вот я хочу Дольче Габану. Да, да, да. Ну и что еще девушка может хотеть? Приходит следующая, говорит, давайте мне Дольче Габану. Да, и понеслось. В последние несколько лет, безусловно, бомба, взрыв, это Рэй-Бан. Все ходят и носят Рэй-Бан. А почему, кстати, так? У тебя марки старые... Очень старая американская легенда, которая была некоторое время назад перекуплена самой крупнейшей оптической компанией планеты. Ну, скажем так, не столько оптической, а сколько компанией, которая производит очки. Это итальянский монстр, люксотика. Их оборот ежегодный составляет свыше пяти миллиардов евро. То есть они... Монстры. Это не то, что монстры, они фактически монополисты. Им принадлежит 20 правопроизводства 20 самых крупнейших брендов, самых известных брендов планеты, которые звучат в области фэшн. Ну, это... Ну, я там зову пяток, если вы не против. Ну, зови, боже мой. У всех на слуху. Тот же Шанель, тот же Дольче Габбана, Тиффани, Булгари и так далее. Понимаете, да? Это очень кричащие марки. Конечно. И, безусловно, люди на них реагируют. Очень активно. Введутся. Очень активно. Кстати, а вот о том, что именно Ray-Ban, да? Как-то второе дыхание, ну или какое там очередное дыхание. 60% всех продаж люксотики это Ray-Ban. Может быть, именно потому, что... И они очень сильно беспокоятся по этому поводу, между прочим. Вот, я об этом и говорю. Они хотят эту вот долю несколько снизить, потому что, безусловно, чтобы бизнес был застрахован, он должен быть достаточно диверсифицирован. Диверсифицирован, конечно. Если все пойдут в один бренд, да, то все остальные. А вдруг его в один день перестанут покупать? Не дай бог. Ладно, бог с ними и с брендами. Давай вернемся к рынку. Вернемся на землю, на российскую, причем, землю. И все-таки опять я о рознице. Ну, о цивилизованной, прежде всего. Много ли игроков на этом рынке? Ну, тебе как представитель этой розницы, это наверняка известно. Да, я бы не сказал, что так много. Ну, скажем, есть 5-6 значимых, достаточно значимых сетей. Но, опять же, когда речь идет о значимых сетях, это те сети, которые обладают там порядка, ну, не менее, скажем, чем 30 дверями. Самая крупная сеть это… Вот я, извини, я слышу это впервые, хотя, я так понимаю, это такой распространенный сленг. Дверь — это некий оффлайновый магазин, правильно? Безусловно. Это то, что открываешь и заходишь. Открываешь и заходишь. Так, так, так. Вот. Ну, стоит сказать, что рынок оптический, извините, он абсолютно не консолидирован. Это во-первых. Потому что даже самая значимая сеть, она… На нее не приходится даже одного процента общего объема продаж. Понимаете? Вот. А на топ-10 сетей не больше 5% вообще российского рынка. Почему это так? Потому что товар такой, какой-то неподающийся классификацией или что? Ну, скажем, так, бизнес достаточно специфичен. Он в определенной степени не такой простой. И как бы понимаете… Подожди, вот я не понимаю. Он в определенной степени не такой простой. Ну, не хочется говорить банальности, любой бизнес непростой. Любой бизнес непростой, но, скажем, семечками торговать несколько проще. Ну, не факт, как в том анекдоте, знаешь, как вот сидит Рубинович напротив Банка of America. Когда говорят, у нас все поделены с банком. Ну, то есть, нет, я к тому, что есть в любом бизнесе специфика. Даже если серьезно говорить о торговле семечками, то там есть сезонность, очевидно, да, проблема. Связанная с сезонной проблемой… У нас так же. Вот. Вот. Хотелось поподробнее. А в чем специфика вашего бизнеса? Почему он, на твой взгляд, такой трудный, да, по сравнению с чем-то другим? Труднее, чем другие. С чем это связано? Ну, потому что приходится иметь дело, скажем так, с производством в том числе, потому что все-таки очки, чтобы сделать очки, это надо пройти финальную стадию производственного цикла, так скажем. Ну, то есть, от начала до финала? Ну, нет, не от начала до финала, а именно последнюю стадию, потому что кто-то производит очки, оптическая сеть, там, грубо говоря, оптический игрок, он приобретает оправы, и он приобретает эти оптические линзы. Но чтобы их вставить, ему необходимо эту линзу обточить, ну, просто говорю простым языком, и вставить их в оправу, что, в принципе, ну, по экономике, по экономической теории является конечным циклом стадии производства. Это, опять же, создается добавочная стоимость, то есть, понятно, что это не что-то прям, безусловно, очень сложное производство, когда что-то там культивируется, генерируется там, и так далее, да. Это не так сложно, но просто, если говорить об этом, то это все равно необходимо для оптики. А такой станочек, который обтачивает линзы, в совокупности с его необходимыми дополнениями, встает в порядка 40 тысяч евро. Но это, я говорю, по топовому варианту, конечно. Безусловно, можно обойтись дешевле, но, тем не менее, 40 тысяч евро — это неплохие деньги. И это не каждой оптике под силу найти такую сумму. Именно поэтому мы, да, говорим о том, что вот в данном случае у крупных игроков, да, вот, у тех, у которых не меньше 30 дверей, пользуясь твоим термином, у них все-таки в этом случае больше возможностей, правильно? Безусловно, конечно, возможностей. Больше возможностей, больше потенциал к росту, конечно. — Хорошо, смотри, у нас есть вопрос, вот мы от него оттолкнемся, перейдем к другой, очень интересной, на мой взгляд, теме. Значит, спрашивает нас Дмитрий, почему у вас, ну, конкретно у вас, нет интернет-магазина, ну, на его взгляд, по крайней мере. На официальном сайте пишут, что он, я не нашел. — Совершенно верно. — Нет интернет-магазина. — На сегодняшний день мы не занимаемся интернет-торговлей. Безусловно, у меня в планах есть подобное направление, но объясню Дмитрию, почему на сегодняшний день не занимаемся. Значит, у нас средний чек, средний чек на солнцезащитные очки составляет где-то 15,5 тысяч рублей. А на коррекцию, корригирующие очки уже на готовый продукт, не менее 25 тысяч рублей средний чек. — Это серьезные цифры. — Это серьезная цифра. И эта цифра, она стоит много выше психологического барьера, за который люди готовы сесть перед компьютером и онлайн заказать себе продукт. — Если позволишь, я бы так, ну, мне было бы понятнее твоя мысль, я бы сформулировал так, что 20 тысяч рублей я должен за эти деньги, чтобы отдать эти деньги, я должен открыть дверь, посмотреть в глаза продавцу, потрогать товар руками. — Конечно, это доверие. — Это доверие, да, потому что это деньги, это 20 тысяч рублей. Если бы это все стоило 2 тысячи рублей, я, может, там, ну, поменьше, я скромнее. Я бы, да, ладно, давайте я в интернете закажу, привезете мне, ну, скорее всего, ничего страшного. А за 20 тысяч рублей я вас заизнанку верну. — Ну, просто многие люди, которые занимаются онлайн-продажами, я знаю ряд таких людей, они мои хорошие друзья, и в том числе мне предлагают, несколько раз предлагали, да, присоединиться к данному виду бизнеса. Мы это пока обсуждаем, просто сейчас много других дел. — Ты имеешь в виду весна, да, на дачу, рассаду, рассаду, огород. — Вот. Психологическая планка — это до 10 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей. То, что выше, люди все-таки предпочитают... — Это ваши конкретные личные наблюдения или есть некая статистика? — Нет, это статистика, это те люди, которые серьезно занимаются онлайн-продажами. — То есть они говорят, что... — Это я не с потолка взял. — Нет, ну, даже если бы ты взял с потолка, это твой потолок, это твои наблюдения, это тоже очень... — Очень всегда важно, но... — Ну, я не занимаюсь онлайн-продажами, но я этот вопрос всегда изучаю, мне это очень интересно, потому что мы, в общем-то, к этому готовимся. — Вот, это важно. — Мы никуда не торопимся, но мы готовимся. — Это нормально, потому что, смотри, сейчас у нас опять время новостей, мы прервемся, а потом я очень хотел бы с тобой поговорить, но твое мнение услышать и услышать мнение о том, как рынок этот выглядит... — Ну, очевидно, что все сейчас, да, вся активность перемещается в интернет, и, естественно, онлайн-варианты любой, любого магазина сейчас тоже очень актуальны. У вас пока его нет, но у тебя есть мысли уже по этому поводу. — Конечно. — Ну, и твои мысли я хотел бы услышать. — Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. — Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Евгений Веселов, управляющий партнер компании «Интероптика». Ну, а тема, которую мы обсуждаем, логично связана с, собственно, названием компании, Евгений, да? Это «Рынок оптического бизнеса в России». И вот, отвечая на вопрос, ну, на вопрос, Дмитрий, мы ответили, тут есть еще пару похожих вопросов. Мнение даже один из наших слушателей высказывает, что, ну, неужели вы не понимаете, что за онлайн-торговлей будущее? Ну, Женя понимает это, абсолютно согласен, да, и он это озвучил уже. Пока нет интернет-магазина у вас, но он, естественно, в планах, я так понимаю. А в принципе, да, вот что ты, ну, на твой взгляд, да, как выглядеть может или как выглядеть будет именно вот эта онлайн-торговля? Ну, она как бы присутствует сейчас на нашем рынке. Ну, то есть она присутствует в среде ваших конкурентов преимущественно? Ну, я бы не сказал, что это конкуренты. Ну, хорошо, ваших коллег. Скажем так, наших соседей-коллег, да. Наших соседей, да. Конечно, присутствует, но это, безусловно, зачаточный уровень, и речь, если идет о продажах, то в основном это, конечно, приходится на солнцезащитные очки. Ну, самое-то интересное продавать не солнцезащитные очки, а продавать именно коррекцию онлайн. Но здесь ситуация обстоит несколько сложнее, потому что... Вот в чем проблема? Необходимо вставлять линзы, а линзы не всегда бывают простые. И тут у нас, конечно, времени не очень много, потому что я бы тут мог целую лекцию прочитать по этому вопросу, да. Не надо меня пугать, давай читай. Да, но ситуация такова, что должен быть специальный движок для сайта, да, специальный инструмент для подборки, это касается эстетического фактора, для подборки очков, чтобы клиент мог загрузить свою фотографию, увидеть себя в этих очках. Значит, затем должен быть специальный интерфейс по подбору линз, потому что это тоже отдельная история, и это не так просто. Потому что в зависимости от того, какая оправа выбрана, приходится выбирать и линзы, потому что на данный момент оправа бывает разной кривизны. Для таких оправ с повышенной кривизной приходится заказывать линзы на заказ. Ну, делать линзы на заказ, это совершенно индивидуальный продукт, высокотехнологичный, очень непростой. Вот, поэтому это все связано со временем. Ну, то есть я правильно понимаю, смотри, вот в конечном итоге очки, корректирующие зрение, они не готовый продукт, правильно? Его надо собирать. Оправы, оправы. Корректирующие очки, это уже конечный продукт, а вот оправы. Оправы, да, хорошо, я некорректно вырисовал. Солнцезащитные очки, это готовый продукт. Вот их нарисовали, вот такие хочу. Пришел, купил пиджак или майку, то же самое. Да, да, померил, подошли, все, и пошел. Конечно, да. А здесь это дело надо собирать. Это сложнее. Мало того, что линза, да, вот линза, это же еще, тебе надо прийти, тебя проверят, там, правильно, зрение твое, там, выпишут какую-то биоту. А в данной ситуации клиент должен забивать сам онлайн эти параметры, несложно ошибиться, поэтому тут есть большое количество подводных камней. Но я могу так сказать, в Европе такие онлайн-магазины присутствуют уже повсеместно, и они делают очень неплохие обороты. И, в частности, один британский магазин делает порядка 50 миллионов фунтов в год. Только онлайн-торговля, только онлайн-торговля? Да, да, да. Это, я не помню, честно говоря, как он называется. Бог с ним. А как он справляется вот с этими проблемами, которые мы только что озвучивали? А вот они разработали специальный, вот, как называется, движок, все необходимые интерфейсы для подобных вещей. И они именно продают не только солнцезащитные, а в первую очередь именно корригирующие продукты. Вот, в России на сегодняшний день нету. Просто нет совсем. Нет совсем. То, что ты говорил, да, в малой части присутствуют онлайн-продажи, это все касается только солнцезащитных. Ну, это слезы, понимаете, это слезы. Ну, смотри, какими слезами мы это ни назвали, можно все-таки посмотреть на это позитивно? Потому что в России есть огромный потенциал, как минимум, движения в этом направлении. Не только в этом. Так, давай, не только в этом. В каком еще? В плане оффлайн-продаж потенциал просто безумный. Так, а с чем это связано? Небольшое количество участников рынка, да, мы об этом говорим? Конечно. Ну, смотрите, значит, на сегодняшний день где-то в России порядка четырех тысяч дверей. В России? Да. То есть мы говорим о Москве, Питере. Да, да, в России. Это совершенно ничтожное количество. Значит, в Москве где-то порядка 500, 450-500. Это вообще для агломерации 15-20 миллионов человек, что из себя сейчас представляет Москва, это вообще ничто. Значит, вот если брать по примеру Германию, у нее, ну, скажем, самый высокий показатель в Европе, значит, на 7 тысяч населения приходится где-то одна оптика. И это нормальный вариант в плане развития инфраструктуры вообще в целом городской. Этого достаточно для того, чтобы оптики выживали, приносили прибыль и чтобы все люди были удовлетворены. Ну, давайте просто сложим, поделим и посчитаем. Получается, что у нас при условии сейчас 500 оптик находятся в Москве на 15-20 миллионов человек. Это, понимаете, 30-35 тысяч человек на одну оптику. А, понимаете, это моя оптика там, ну, не оптика, ну, мы же тоже сеть, хоть и небольшая. Но наш главный магазин, он соизмерим с 30-50 оптическими магазинами по оборотам. Мы физически с трудом справимся с 35-40 тысячами людей в год. А что говорить о магазине, который там 50 метров, в котором работает два человека, допустим, в смену. Ну, то есть главная его проблема, он не справляется. У него есть огромное количество заказов. Просто смысл в том, что пока мы дойдем до уровня Германии, даже хотя бы по Москве, мы можем спокойно учетверить, даже упетерить количество оптик только в городе. Про Россию я вообще не говорю. Поэтому здесь идти, развиваться можно еще очень-очень долго. С семимильными шагами. То есть в этом случае можно сказать, да, вот сейчас обращаясь даже к нашим радиослушателям, те, кто подумывает о каком-то, да, мелком, среднем, там, я не знаю, другом. Конечно, инвесторы, приходите к нам. Конечно. Нет, подумывает о бизнесе, вот это вполне рентабельная штука может быть, да, затраты. Если с умом, если с умом, то, конечно, рентабельная. То как минимум спрос, да, как минимум востребованность есть, очевидная. Безусловно. Ну, наверное, все-таки какие-то профессиональные навыки надо обладать. Конечно. Это очень важно. Это очень важно. А вот навыки в какой сфере деятельности? В медицине надо обладать, да? В сфере продаж, в сфере продаж, потому что деньги приносят оптики консультантов. Ты стоишь на позиции, мне не важно, чем торговать, главное уметь просто продавать, да, не важно, чем. Ну, как, наоборот, важно, потому что ситуация состоит в том, что нельзя просто взять с улицы человека и поставить его на продажу, и он будет продавать. Этому надо учиться очень долго. Чтобы обучить, ну, действительно хорошо работать оптика консультанта, надо потратить не менее года. И это при условии, что этот человек будет обладать достаточными качествами для этого, потому что они тоже необходимы. Ну, ты когда принимаешь на работу, ты видишь, он обладает этими качествами, ну, в общих чертах, по крайней мере. Теперь надо довести его до ума. Да, ты с ним планомерно работаешь. Конечно, это обучение, это причем надо обладать, получить ряд знаний в области линз, оправ. То есть профессиональные знания? Конечно, там профессиональных аспектов очень много. Вот-вот-вот, я все время именно на этом делаю акцент, мне очень важно, да, то есть профессия продажника, сейлза так называемого, да, он продаст, ну, бытует такое мне и все что угодно, да. Да, он продаст все что угодно, что вы хотите, я вот такой весь из себя, линзы, линзы продам, что там, машину, машину продам, семечки, семечки продам. Несколько сложнее. Да, но это одна сторона медали, да, только, или часть, да, часть, часть этой профи. Конечно, коммуникабельность, она, безусловно, необходима. Конечно, в этом случае надо разбираться в том, да, что ты продаешь, да, безусловно. Проблемы тоже с кадрами, скажи, пожалуйста. Конечно. Профессиональные медали. Ну, у нас нету, мы тщательно отбираем. Ну, на рынке, тем не менее, проблема с кадрами. Конечно, ну, это, знаете ли, не только касается оптического рынка России. Согласен, согласен. Огромное количество моих друзей, которые в бизнесе и в том числе являются там топ-менеджерами крупных компаний, они говорят, что с кадрами очень серьезная проблема. И, кроме как растить самому, вариантов никаких нет. Ну, это идеальный вариант. Ну, либо перекупать. Перекупать тоже вариант. Перекупать, конечно, не худший. Я понял. Хорошо, значит, смотри, осталось у нас две минутки с небольшим, да, Женя? Ну, спасибо тебе за интересную беседу. Значит, давай подытожим вот каким образом. По поводу, по поводу, по поводу того. Да, вот очень интересно. Мы говорим о тенденциях, мы говорим о трендах, да, тренды там где-то за рубежом, в России, точнее, может быть, даже, правильно говорить, общемировые существуют тенденции. Вот ближайшие, ну, несколько лет. Вот эту тенденцию, если можешь, да, ты как профессионал, определи, пожалуйста, что будет наиболее востребовано на этом рынке. Наиболее востребовано. Очки, конечно. С точки зрения оптики. Нет, нет, я понимаю, ну, очки не абстрактно, а какие-то конкретные, может быть. Есть какие-то тенденции в этом направлении? Знаете, это очень сложно сказать, потому что на сегодняшний день даже нет какой-то единой тенденции, которая востребована, потому что востребованы... То есть кому-то... И востребованный фэшн, и минимализм, и в том числе до сих пор еще остается популярным винтажный стиль, который просто выстрелил там лет шесть назад, и это было просто повальное увлечение. Сейчас это, конечно, сходит на нет немного, но все равно это... Спрос есть лифт. Я думаю, всегда будут востребованы все направления. Все направления, и тем не менее, вам как... В той или иной степени. В той или иной степени. И вам, чтобы держать, ну, как говорят, нос по ветру, чтобы быть всегда, вот, так сказать, в некой тенденции, вот что для этого, прежде всего, нужно? Ну, успешному бизнесмену. Ну, тебе в частности. Что ты должен? Зачем ты должен следить? Ты должен смотреть там, не знаю, Бумер-ТВ каждый день. Или ты должен... Я бы не сказал. По улицам ходить. Мы регулярно посещаем все мировые самые важные мероприятия, связанные с этим бизнесом. Вы берете все-таки где-то вот там... Безусловно, конечно. Все же идет от производителя. Ну, понимаете, предложение рождает спрос. Никуда от этого не деться. Как спрос рождает предложение, так и предложение рождает спрос. Поэтому, что нам произведут, то мы и будем продавать. Вот и все. Ну, тем не менее, я все-таки думаю, что успешный бизнесмен, да, у него есть какое-то чутье. Потому что он говорит, я могу продавать вот это, вот это, вот это. Но мне кажется, большим спросом будет пользоваться вот это продукт. Наша цель экстраполировать. Мы как бы смотрим и отсеиваем ненужное. Ну и слава богу. Спасибо огромное, Женя. Спасибо. Друзья мои, я буду закругляться. Еще раз представлю гость в студии Евгений Веселов. Управляющий партнер компании Интероптика. Мы обсуждали сегодня рынок оптического бизнеса в России. Он, слава богу, жив. У него, слава богу, огромный потенциал. И более того, есть огромное количество мест на этом рынке. Присоединяйтесь. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. До свидания.